Просто неносимо находиться дома. Вы помните Олю? Джигитский велосипед. Люди просто проходят мимо. По поводу этого дома ходят легенды. Всем привет. Я... Я, в общем, притягиваю к себе таких соседей и нахожу такие квартиры, где постоянно делают ремонт. И, вы знаете, у меня такое чувство, что если я решу жить в доме, то меня и в доме будут доставать такие соседи, которые делают ремонт. В общем, у нас сегодня замечательная погода. У нас сегодня 15 градусов тепла. Сегодня у нас 19 марта. вышло видео о моей работе. А я записываю новый видосик. Сейчас вышло видео, и мне девочка, одна тоже фрилансер, написала, что я не сказала о том, что у фрилансеров проблема со здоровьем. Самый огромный минус для нее. Да, еще огромный минус жить с такими соседями. То есть, тебе под этот звук все равно придется работать. Действительно, у фрилансеров, ну, вот, например, у ритушеров, у меня проблемы с глазами. Я вот собираюсь купить себе очки. Блин, вот реально невозможно дома находиться. Я собираюсь сейчас на улицу не только потому, что на улице солнышко, а потому, что просто неносимо находиться дома. Я лучше ночью поработаю, чем днем в таком ужасе. Так, слушайте. Я вот хочу сходить как-нибудь в магазин и купить себе очки в оптику. Там сразу проверяют зрение, можно купить себе очки. Кстати, хотела у вас узнать, если кто-то покупает себе очки, для меня это что-то новое, может, порекомендуете какой-то магазин, потому что, ну, какой лучше обратиться, какие обращаетесь вы. Я хочу проверить свое зрение и сразу купить себе очки для того, чтобы работать. И еще проблема ритушеров. Смотрите, что у меня есть. Оп! Оп! Вот такой вот красивый пояс. У меня с недавних пор начала болеть спина. Ну, конечно же, я старею. В общем, болит спина, поясница болит прям. Никогда так не болела. Я решила, чтобы вылечить поясницу, нужно поехать покататься на велосипеде. Вот. Физические упражнения как раз про работу. Надо зарядкой заниматься, чтобы перестала болеть. Максимка уже уехал кататься, а мой друг меня ждет. Микушечку брать с собой не буду, потому что хочу съездить. Хочу съездить в мавританский дом. Давно собиралась туда съездить, но все, вот была плохая погода. Максимка уже приехал, накатался. Как там погодка? Хорошая. Сейчас я поеду кататься. Я думала, тебя уже не застану. Ой, далеко отъехать я не успела. Сразу началась весенняя красота. Это незабудки. Благодаря вам я узнаю очень много, что и как называется. Вот эти синенькие, это незабудки. А эти желтенькие, это лютики. Ну что ж, начало неплохое. Поеду дальше. Одела водолазку специально под горло, потому что знала, что будет погода. Вообще жарко, потеешь, но ветер холодный обдувает. А тут еще круче полянка. Вообще столько лютиков. Столько пчелок в этих лютиках. Так, ребят, ну я как всегда остановилась на своем любимом месте. Не могу я здесь просто мимо проезжать. Сейчас незабудки стали цвестись еще ярче, жимолость расцвела еще больше. Запах стоит просто божественный. Реально запах чая. Благодаря вам я знаю теперь, что это жимолость. Посмотрите, как она рясно цветет. Запах просто невероятный. Как знаете, ароматный чай. Очень много пчелок. Еще, знаете, напоминает запах жасмина. Ну что-то такое. Очень красиво. И теперь посмотрите на вот эти все вот лужки. Они прям все голубые-голубые. Ярко-голубой цвет. Очень красиво. И везде растет эта жимолость. Едешь по набережной, запах такой вообще классный. Все останавливаются, фотографируют. Ну, просто невозможно. Невозможно этим не наслаждаться. Все, все голубое. И запах просто невероятный. Ярко-голубые. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Главный ориентир, по которому я его нашла – мусорные баки. Как не печально это звучит. Очень красивый дом, который является памятником архитектуры и который никто не хочет восстанавливать. И более того, мало того, что никто не хочет восстанавливать, еще и напротив него поставили мусорные баки и остановку. Ну, это просто печально. Люди просто проходят мимо. По поводу этого дома ходят легенды. Сейчас я попробую снять его вам ближе. Добавил DimaTorzok Княжну увезли в родной Тифлис, где она зачахла и умерла. А в память о возлюбленной Римаревич Альтаманский построил красивый особняк в мавританском стиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здание, долгое время украшавшее город, сейчас как та самая княжна, чахнет и умирает. Субтитры создавал DimaTorzok Хотелось бы более подробно рассказать об этом мавританском доме. Был он построен еще в начале прошлого века архитектором Римаревичем Альтаманским. По легенде он был влюблен в грузинскую красавицу, но ее родственники были против их любви. И от горя он построил этот особняк. Два купола этого особняка символизируют по легенде двух влюбленных, которые всегда вместе, но на расстоянии друг от друга. Сейчас в этом доме живут люди. Это многоквартирный дом. Почему-то администрация города совсем никак не хочет его восстанавливать. Очень красивый особняк. И с годами он лучше не становится, он портится. Люди как могут его ремонтируют, которые там живут. Но, я так понимаю, тоже они надеются на то, что это сделает все-таки администрация города. Ребят, вы всегда знаете, как называется то или иное растение. Мы всегда интересовались, как называется это растение. Вечно зеленое, вьющееся, очень красивое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все лавочки заняты, нет укромных местечек. Думаю, сейчас посижу на набережной и, может быть, заеду в ботанический сад. Погода хорошая. И пока еду, хотелось бы подвести некий итог нынешней зимы, которая у нас прошла. Сегодня 19 марта и я хочу сказать, что я переживала, что в Краснодаре не будет ощущения весны. Потому что зима тут как такая ранняя-ранняя весна. В связи с этим ощущение весны, оно теряется, думала я. В принципе, первый год после того, как я три года мерзла в Москве и в Калуге, для меня и зимы-то не было. А в этом году она, во-первых, была снежная, как для Краснодара. Холодная, мало было солнечных дней. И сейчас, когда началось тепло, сейчас вот самая замечательная такая погода. Ощущается весна. Птички, птички поют. Солнышко стало теплее. Хотя я помню, что в прошлом году мне зимой солнышко прям припекало. Может быть, потому что я уже как бы нагрелась за прошлое лето. И поэтому зима для меня была холодной. Ну и на этом контрасте, конечно, очень чувствуется весна. Я смотрю на людей, которые прогуливаются. Они тоже все по весеннему улыбаются. Весна здесь есть. Конечно же, для тех людей, которые живут в северных регионах, для них весна – это когда в мае начинают цвести деревья. Значит, наверное, для них весна – это... Для них первый этап весны – это капель. Когда тает снег, когда текут речейки, когда подснежники цветут. Когда подснежники цветут сквозь зимний снежочек тающий. Конечно, в Краснодаре такого этапа нет. У нас... Потому что у нас снег, если выпал, то он тут же и растаял. Если смотреть со стороны капели, то да, в Краснодаре весны нет. Капели нет. А весна здесь полноценная. И если сравнивать с Калугой, я в тот момент была фотографом. И я усиленно, усиленно искала, я усиленно искала, где же цветущие деревья. И чтобы найти какое-нибудь дерево, которое цветет, в Калуге нужно было постараться. И если это дерево цвело, то вокруг него все фотографировались. В общем, нормальную фотографию сделать было сложно. Вот. А здесь в Краснодаре цветет все и цветет круглый год. То есть даже в зимний период, вот мы уже заехали в парк, даже в зимний период здесь, в Краснодаре, цветет некоторые деревья цветут. Поэтому настоящая весна, я бы даже не видела весну в Сочи. И в этом году, наверное, не получится у меня ее увидеть, к сожалению. Но я скажу, что настоящая весна – это там, где цветет очень много деревьев. Вот это, я считаю, настоящая весна. А без капели можно прожить. Я просто переживала, что, знаете, самое главное ощущение весны – это когда ты чувствуешь пробуждение природы. И вот внутри тебя ощущение, что что-то пробуждается. Это есть, это не утеряно в Краснодаре. Этот кайф присутствует. Если у меня получилось записать это видео, я не знаю, что там получилось, я записываю на микрофон, едя на велосипеде. Я знаю, что камера иногда дергается, потому что и дорога не идеально ровная. Но очень интересно, как пишется звук. Решила продолжить тему и сказать, что здесь в Парке Победы тоже есть дом недостроенный, целый замок. Думаю, было бы круто, очень красиво, если бы его достроили. Такой интересный стиль присутствует. Но, к сожалению, его недостроили почему-то. И он такой некрасивый, стоит и портит вид, когда едешь... Ой, и портит вид, когда едешь около моста поцелуев. Мост поцелуев стоит очень красивый. Ах, это здание портит весь вид. Но, думаю, что, надеюсь, что его когда-нибудь выкупят и достроят. И тогда он будет украшать набережную Парка Победы. Пока ехала на велосипеде, поняла, что мне не хватает в корзинке. Нужно какое-нибудь сделать здесь приспособление, чтобы можно было сюда вставлять очки, как в машине. Потому что иногда хочется снять очки, и чтобы они здесь не барахтались. Вот так вот выглядит этот домик. Интересно, что было в проекте. Поищу в интернете, может, будет. А вот так вот сейчас выглядит река. Что-то булькает там. Бульк-бульк. Бульк-бульк. Решила я не ехать. Парк. Заеду сейчас в Акей. Куплю продукты. И буду сегодня смотреть сериалы. Ух ты! А это, ребят, бутоны. Скоро расцветут магнолии. А на Платановом бульваре их вообще очень много. Заехала в Акей. Сейчас куплю продукты. Вот так вот пристегнула велосипед. Вот у меня замочек на ключике. Вот такой вот. Оставила велик свой с этим, с термосом. Думаю, может, запрется кто. Постоянно чем-нибудь оставляю, никто ничего не порвает. Но велик рядом по соседству со мной. Прям горца настоящего. Такой весь. Джигитский велосипед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы представляете, катаюсь по юбилейному и встречаю Олю. Вы помните Олю? Все, Оля. Вот такие вот чудеса. Остановились поснимать вот такие вот цветочки. Тоже цветут у нас фиолетовенькие. Не знаю, как называются, но я думаю, что вы нам расскажете, как они называются. Похоже на мяту. Я тоже думала, что это мята. Но понюхала нифига, на мяту не пахнет. И мята, она вырастает большая по колено. Какими ты тут судьбами? Расскажи. Ну, вот и набережная приехала. Ну, и как тебе набережная? Красиво, так и делаю. Понравилось, да? А ты знаешь, говорят, что оттуда, прям до этого, до моста поцелуев хотят сделать. Да, я тоже на это надеюсь. А здесь, посмотрите, как красиво. Это кусты цветут. Не знаю, как они называются, но я думаю, вы обязательно скажете, как они называются. Прям все усеяно ими. Ай, красота, кругом весна. На этой прекрасной ноте хочу сказать всем всего доброго, всего хорошего. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...